друзья привет сегодня поговорим о принятии своего тела думаю что эта тема волнует многих и каждый из нас хотя бы раз стоял перед зеркалом и думал вот бы мне здесь бы вот это убрать здесь чуть-чуть прибавить здесь хорошо бы подтянуть выпрямить и так далее да у всех бывали такие моменты и у меня конечно тоже и долгие годы я не принимала свое тело и стязала его по полной программе пытаясь изменить улучшить и было во всех возможных состояниях и с лишним весом и с недовесом и фитнес модельной форме и что интересно ни одно из этих состояний не сделала меня счастливее я думала ну как то вот not good enough до недостаточно хорошо и однажды меня осенило что вот это ощущение вообще никак не связано с тем как я выгляжу и все дело в том как я отношусь к самой себе и когда я наконец после многих лет борьбы достигла идеальном идеальной формы даже попала на обложку фитнес-журналов интересно и удивительно что это абсолютно ничего не изменило то есть получается что годами я шла как будто бы куда-то не туда да это для меня стало неожиданным открытием что все ради чего я так упорно трудилась по сути оказалось пустым и тогда пришло озарение что дело не в теле в том как мы видим и принимаем себя это конечно очень важно и и очень часто на курсы психофитнеса приходят девушки с такими вот похожими историями и они думаю то ли говорят ну вот брошу я там пару тройку 5 10 сколько угодно килограмм накачает попу как орех и все жизнь там пойдет меня в гору и карьера и отношении все наладится но это на самом деле обман потому что внешние изменения они не решают внутренние проблемы хочется эту мысль повторить и закрепить внешние изменения абсолютно никак не меняют твое внутреннее состояние скорее наоборот и если внутри тебя живет постоянная критика внутренний критик очень силен то ты будешь чувствовать себя какой-то неправильно и до недостаточно дотягивающие даже если у тебя будут самые идеальные формы и это абсолютно нормально что мы все время что-то хотим подкорректировать в теле да и но гоняться за идеалами это такая история в никуда как пытаться поймать ветер в поле стандарты красоты они меняются очень быстро и получается не успеваешь оглянуться как там какие-то округлые формы до сменились на мышечное тело там или на худобую потом опять что-то новое и бессмысленно за этим гоняться принятие своего тела это про внутренний комфорт это не про моду и не про то чтобы ей соответствовать до воде там стандартам и важный момент что принятие тела не означает что ты отказываешься от идеи его там улучшение если тебе не комфортно в этом теле в данной в твоей форме конечно можно над этим работать там можно улучшать но делайте это лучше с любовью и заботой а не с насилием и ненавистью к себе и в любом случае это должно начинаться первый шаг самый важный это принятие такого тела которое у тебя есть сейчас неприятие тела она очень сильно влияет на нашу жизнь на нас когда ты не принимаешь свое тело может вообще все рушится до начиная с настроения заканчивая встречи с друзьями и так далее да то есть бывает что видишь я помню момент что я иду по городу я жила тогда в томске и я видела в отражение в витрине и думаю господи ну какая же корова и все весь день испорчен до мысли что вот вот бы мне ляжки там по изящнее или ты чувствуешь что там в очередные джинсы этого живот не влезает и все вот эти вот мысли что здесь не так здесь коротко здесь там косо здесь ну в общем вот эти все мысли критикующие они на самом деле поглощает всю твою энергию и ты начинаешь слишком много на этом фокусироваться фиксироваться твое настроение может зависеть от того как на тебе там сидит одежда сколько ты весишь ты можешь постоянно пытаться там прятать себя в какой-то каких-то балахона до мешковатой одежде там избегать фотографии и как будто бы начинаешь закрываться от жизни но жизнь жизнь-то идет и как будто бы проходят мимо вот важные встречи как будто бы ты отдаляешь это отдаляет тебя неприятие от первого шага к своей мечты да и все потому что ты не чувствуешь себя комфортно в своем теле и интересно и прекрасно то что как только ты начинаешь принимать себя принимать свое тело таким какое но есть сейчас появляется вот это чувство свободы потому что ты перестаешь думать о том как ты выглядишь до каждую минуту ты просто живешь представь как это приятно смотреть на себя в зеркало и видеть даже свои какие-то там скажем недостатки особенности да и смотреть на себя без раздражения там фотографироваться без стресса ты можешь спокойно пойти на пляж или там наслаждаться отдыхом и не думать о том каждую секунду как там выглядят твои бедра в этом купальники или там я не знаю складки на спине и вот одна из летних потоков одна из студенток летнего потока психофитнеса поделилась со мной что раньше она избегала пляжей бассейна и у нее лишний вес и тело вызывала настолько много стыда что она вот просто пряталась от жизни до отказывалась от мероприятий поездок и каких-то вот интересных событий в ее жизни и после работы над принятием тела она решилась и поехала на море в своем не идеальном теле и поставила целью взять по максимуму наслаждения в своем вот этом не идеальном теле не фокусироваться не фиксироваться на на этом моменте и это был один из ее лучших отпусков в ее жизни она пускай она не успела изменить за этот короткий месяц свое тело до тех форм которых бы хотелось но она сделала самое важное она изменила отношение к своему телу и это уже огромный шаг в правильную сторону и когда если вдруг это твоя история и ты смотришь в зеркало и чувствуешь недовольство тебе не нравится какие-то твои особенности до части тела как будто бы так неприятно внутри все сжимается идет вот такое отказ до неприятия что-то мое я не могу быть такой такие мысли могут быть и это не нужно игнорировать не нужно игнорировать эти эмоции от них отмахиваться нужно уметь их проживать учиться их проживать то есть признавать их можно сказать да мне вот не нравится это это у меня это раздражает признать эти эмоции выдержать их но что очень важно не застревать в этих мыслях не фиксироваться интересно что когда ты признаешь и выдерживаешь они начинают ослабевать и отпускать тебя и мало того что и тело будет меняться от того как будет меняться твое отношение твои мысли о теле тело будет тоже отвечать взаимностью и когда ты испытываешь эти неприятные мысли можно задать себе вопрос чем вот это недовольство мне помогает да что я помогает ли вот эти эмоции особенно когда их разращивать и множить меняют ли они что-то лучшую сторону а что я могу сделать чтобы почувствовать себя лучше что это может быть все что угодно да может быть прогуляться может быть сходить на массаж может быть сделать какую-то на стричь далее или дать телу то что она просит и все это должно идти не желание исправить себя а из принятия и из любви к себе до желание позаботиться о своем теле и я уже говорила упоминала принц об одном из принципов психофитнеса когда мы ищем что мы можем похвалить в своем теле до своей внешности делаем это перед зеркалом делаем это каждый день и помимо этой техники есть еще одна простая мощная техника которая помогает с принятием тела до начать вот этот путь к принятию тела каждый день утром или перед сном подходи к зеркалу и просто посмотри на себя подойти к зеркалу посмотри на себя постарайся не оценивать не критиковать не хвалить нет хвалить можно всегда посмотри на себя зеркало и представь что ты смотришь на кого-то кого ты очень любишь и вслух скажи себе я вижу тебя и принимаю тебя такой какая ты есть еще классное упражнение с дыханием закрой глаза сделай глубокий вдох медленный выдох и почувствуй как твое тело дышит как она поддерживает тебя скажи себе мое тело это мой дом я принимаю вот таким какое оно есть вот эта техника простая это упражнение помогает снять напряжение и вернуть себе спокойствие особенно вот какие-то моменты самокритики делая это дыхательное упражнение закрываешь глаза глубокий вдох медленный выдох и повторяешь эти слова мое тело это мой дом я принимаю таким какое оно есть и подытоживаю тему принятие тело это конечно не про идеальные формы это про то как ты чувствуешь себя каждый день и это путь который может длиться всю жизнь но каждый шаг на этом пути делает твою жизнь легче так что не надо ждать идеального момента и предлагаю начать уже сейчас вот с этих простых шагов и вскоре ты почувствуешь большую разницу спасибо что прослушали этот подкаст и до встречи обнимаю пока